Что-что? Я ничего не понимаю, что ты говоришь там. Ну да, плохой голос это, не знаю, как вонючие носки или что-нибудь там, перхоть на плечах. С этого ролик начнется, знаешь, чтобы человек досмотрел до конца и так, вот мотивация, плохой голос, как вонючие носки. Пока не досмотрим до конца, ну как бы твой выбор, пожистник. Всем привет, меня зовут Алина, и мой голос, как и моя дикция, абсолютно не идеальны. Чисто сердечное признание. Но на самом деле за последние годы, мне кажется, я сделала очень большой скачок в том, как я говорю, как я звучу, какая у меня дикция, какая у меня речь. И это не может не радовать, потому что это очень влияет на самом деле на то, как ты себя ощущаешь, как ты самовыражаешь себя через звук. Мой прогресс это залог только того, что я постоянно работала над этим, и тем, что я записывала видео, и тем, что я выполняла какие-то разные мини-практики, которые сама себе придумывала, о которых сегодня я и расскажу. Но при этом я не профессионал в этой теме, и мне самой еще работать и работать над всем тем, как я говорю, что я говорю, дикция словарный запас, т.д. и т.п. Поэтому я захотела очень пригласить специалиста в этой сфере, чтобы и мне, и вам объяснили какие-то основы, и рассказали, почему же так важно заниматься тем, как ты звучишь. Я начала буквально пару дней назад всю эту тему активно гуглить, и в гугле, и в ютубе, и наткнулась на канал Руси. Руся это эксперт в области дизайна голоса. Я увидела, что она занимается именно тем, что мне интересно. Написала ей и попросила ее поучаствовать в роли эксперта сегодняшнего ролика. Она согласилась, мы вчера очень круто с ней поговорили, и меня прям очень вдохновило все, что она рассказала. И да, вы сегодня тоже все это услышите, поэтому параллельно с тем, как я буду рассказывать какие-то свои вещи, опыты и истории, будут вставки с реально крутой полезной информацией, которую я получила вчера напрямую от Руси. Я тоже очень рада. Я благодарю тебя за приглашение, потому что у меня есть такая, знаешь, такая фантазия большая, либо мечта. Я мечтаю о том, чтобы все люди вокруг меня, ну и вообще, в принципе, говорили максимально свободно, открыто, и этим самым получали много удовольствия от общения. Вот, например, сейчас я перейду на свой такой любимый дикторский голос. Мне он очень нравится, я люблю еще даже помягче, но в жизни им сложно разговаривать. Это звучит слишком, это звучит слишком, как в кино. Ну, мне кажется, это негармонично. Все-таки живой человек, он не настолько собран, контролирует свой голос. Таким голосом классно озвучивать фильмы или даже читать фрагменты каких-то лекций, но пользоваться в жизни нет. Точно так же балетный танцор не ходит постоянно, или там танцовщица от Фламенко не подает вот так вот рюмку своему коллеге. То есть у людей человеческая обычная жизнь. Но можно даже использовать звучание в таком красивом собранном голосе как практику. Что я имею в виду? Когда мы начинаем звучать классно, мы начинаем чувствовать себя тоже классно. Голос и наше эмоциональное состояние очень сильно связаны. Поэтому, если вы хотите настроить себя, например, вот такой день приходишь в офис, всех ненавидишь, просто всех, раздражает все. Или, не знаю, там приходишь в компанию друзей, не хотелось никого видеть, но уже пообещала. Уже вы неделю там договаривались, и вот на зло себе приходишь, и столько много раздражения. Что можно сделать, чтобы сбить вот эти неприятные эмоции? Нужно постараться звучать так, как будто бы вам уже хорошо. Вы расслаблены и находитесь в приятном эмоциональном состоянии. И через некоторое время, буквально 3-5 минут, состояние подтягивается под тот звук, тот голос, которым вы говорите. И когда ты чувствуешь себя смущенной, нелепой, прям неказистой, думаешь, куда положить руки, что делать, тогда можно вспоминать про натренированный голос, вот внутренне собраться. Ребята, кто-нибудь хочет выйти, не знаю, там на террасу покурить? И все, идешь и разговариваешь таким голосом. Я называю это голос как защитник, как поставленный заранее удар боксера. Мы его можем вот так включать, и он нас защищает. И мы вроде бы вышли там на сигаретку или кофе попить на террасе. Ты поговорила таким красивым поставленным голосом, и все, через 3 минуты у тебя уже расслабленное состояние. Можно выдохнуть и дальше веселиться в компании. Раньше я всегда была девочкой, вот в подростковом возрасте особенно, которая, не так, которую всегда перебивали с вопросом, что-что, я ничего не понимаю, что ты говоришь там. И мне всегда приходилось повторять еще раз то, что я рассказывала, или то, что я говорила другим людям. Представляете, насколько это было для меня энергозатратно? Ну ладно, еще я, я представляю, каково это было другим, конечно, людям, моим друзьям, всем. Я до сих пор помню одну ситуацию во времена того, когда я еще жила в Украине, что мы снимали с моей подругой какой-то ролик. Я так понимаю, для Ютуба это было, неважно, это вообще не суть. И во время съемки видео я что-то ей говорила за кадром, то есть там что-то мы еще готовились, но камера уже была включена. Я что-то разговариваю с ней, так там возьми там то, положи туда, так поставь кадр вот так вот. И потом я во время монтажа переслушивала то, как я общаюсь со своей подругой. И это был момент, когда моя жизнь разделилась на до и после. Знаете почему? Потому что я вообще не понимала, что я говорю. То есть я слушала, это просто был какой-то набор звуков невынятный, непонятный, который я не могла разобрать, хотя я это говорила. И я помню, я сижу, звоню этой подруге и говорю, как ты со мной разговариваешь? В плане, серьезно, как ты меня понимаешь? Потому что я эти фразы реально не понимала. И с тех пор мне стало ясно, что мне нужно работать над тем, как я разговариваю. Одно дело камера, когда ты контролируешь свою речь и там перезаписываешь какие-то моменты по несколько раз. Но когда ты просто вот так разговариваешь с друзьями, а потом это записывается на диктофон, на камеру, и ты слушаешь, и ты просто реально в шоке, это уже, конечно, заставляет тебя чуточку подумать, так прикинуть масштаб проблемки. И когда я пару дней назад зашла на свои старые, прям очень старые ролики, там, не знаю, давности, ну, пяти лет, мне кажется, минимум, я увидела все эти проблемы просто мгновенно, когда я просто не могу выговорить какие-то слоги, какие-то слова, когда я очень напряжена, когда я просто, ну, вот не могу что-то сказать. Вот у меня была всегда проблема, вот в подростковом возрасте я не могла выговаривать многие вещи. То есть прям все звуки в одно целое, и мне было сложно. Так как я не обладательница длинных ресниц, я использую завивку. Я знаю, что немного вредно для ресниц, но все равно время от времени я ее использую. Можно, конечно, использовать и блеск, но раз мы уже делаем, естественно, школьный макияж, делаем так, чтобы не было заметно, что ваши губы накрашены. Да, Алина, вот касаясь, опять-таки, темы артикуляции, ты говорила о том, что когда ты волнуешься, да, или хочешь избежать акта коммуникации, то у тебя заплетался язык раньше. Когда человек плохо артикулирует, он дает сигнал о том, что, ребята, я стыжу себя, я себя не принимаю, мне так неловко, я так неловко себя чувствую, что мне хочется прямо вот закрыться, и люди совсем робкие, у них робкая артикуляция, они такое ощущение, будто бы буквы заворачивают себе назад в рот, и вот так вот выглядит артикуляция напряженного, испуганного человека. Например, вот я знаю по себе, если я прихожу в компанию, где много незнакомых людей, и я знакомлюсь с парнем, который мне очень нравится, я сразу чувствую, что у меня уезжает напрочь вся артикуляция. Я буду вот так вот робко разговаривать, улыбаться, как дурочка, и думать, боже, соберись, ты выдаешь все свои чувства, но потом я даю себе разрешение чувствовать, и артикуляция возвращается в привычное место. То есть ты возвращаешься к истокам чувств, в частности, да? Почему я стыжусь сейчас, почему мне неловко, работаешь с этим? Как происходит работа? Вот проходит рядом парень, который мне нравится, мы вступаем в коммуникацию. Я, это, просто голос, это мгновенное отражение нашего внутреннего состояния, что с нами происходит психически, эмоционально. Я отреагировала на парня, у меня начинается такая робкая артикуляция, и я отлавливаю этот момент, потому что голос – это мощное зеркало нашей личности. Мы, зная о том, что за что отвечает в нашем голосе, можем понимать себя лучше, не тратить на это много времени. Я отлавливаю этот момент, думаю, так, так, губы мои совсем зажались, что же делать? Почему я себя стесняюсь? И тут я вспоминаю там, когда-то там, не знаю, в детстве, в подростковом возрасте, я думала, что я гадкий утенок, некрасивый, никто меня не полюбит, и вот у меня вдруг стригерило что-то, и вот это чувство детское полезло на поверхность. И я говорю себе, камон, расслабься, ты уже взрослая женщина, всё давно позади. Ну, нет вообще смысла стесняться, точно. И всё, вдох-выдох, и отличная артикуляция, весёлые беседы и смех. И артикуляция, она указывает на то, ну, когда у человека артикуляция активная, он транслирует сообщение, что, ребята, я с огромным уважением отношусь к себе, я уже себя полюбила, я готова с уважением и любовью относиться к вам, потому что я знаю, что это. Я очень ценю ваше время, и моя чёткая артикуляция – это моё уважение к тебе, Алина. Я не хочу, чтобы ты сидела, рассматривала мой рот и думала там, додумывала, что я тебе говорю. Артикуляция – это трансляция уважения к себе прежде всего. Когда мы уважаем себя, мы способны испытывать уважение, транслировать уважение к другому, потому что мы уже знаем, что это. Я до сих пор помню, как я психовала, очень сильно злилась, перезаписывала одну фразу. Наверное, я могла, не знаю, час реально сидеть, и одно и то же, как робот, просто говорить, 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 и не получалось, ну вот не выговаривалось, всё было не так. И я уже в какой-то период думала, блин, ну явно блогинг – это не моё, значит. То есть, ну, если ты не можешь говорить, то как ты можешь вести свой канал? Но я продолжала дальше, потому что мне просто нравилось это делать. И это очевидный пример того, как не нужно изначально обладать всеми данными. Вы знаете, вопрос там таланта и усердной работы. Поверьте, усердная работа намного важнее таланта, и если вы хотите, вы можете, в принципе, почти каждый какой-то скилл в себе развить тем, что вы просто усердно, вот прям бьётесь в эти закрытые двери, вот не выговариваете, а ты прям, вот прям хочешь, чтобы это получилось, и добиваешься этого. У меня до сих пор порой проскальзывают проблемы с дикцией. Когда я выпью бокал вина, у меня сразу все эти проблемы с заплетающимся языком, всё это сразу на поверхности всплывает, и я снова просто не умею говорить. Но более глобальная проблема, которая до сих пор со мной, это то, что я очень быстро разговариваю. То есть раньше я просто тараторила, вот тараторила плюс не выговаривала слова. Шикарная комбинация вообще для того, чтобы общаться с людьми. До сих пор я замечаю, что порой говорю слишком быстро, а особенно если я переживаю, либо стрессовая ситуация, либо я выступаю где-то, всё просто, у меня всё одним словом, всё предложение, вот так вот без пауз, и я начала анализировать, почему я так делаю, и подумала, что возможно это из-за того, что я хочу в моменты, когда мне там стыдно, неловко, скорее всё сказать, и уже чтобы просто меня не трогали. Просто скорее, чтобы всё это закончилось. Но и бывают моменты, когда у меня просто так много вещей, которые я хочу сказать, что я просто говорю всё вот так вот очень быстро. То есть это две грани. Либо ты переживаешь, и ты начинаешь говорить быстро, либо ты хочешь очень много всего сразу сказать. Это тоже плохо, потому что другой человек тоже информацию толком не воспримет. Вот. И нужно как-то находить грань между говором очень медленным, и между тем, чтобы говорить вот так. Потому что всю жизнь это было вот так. И нужно переучиваться. И, кстати, прежде чем мы продолжим говорить о самом интересном, если вам актуально также улучшать свою речь в иностранном языке, свой говор в целом, то для вас будет актуальная информация о том, что у языковой онлайн-школы Лин года скоро стартует новый спринт, где вы сможете за короткий срок сделать огромный скачок в том, как вы говорите. И также школа вернет вам деньги, если вы не пропустите ни одного занятия на протяжении всего спринта, либо суперспринта. Есть два варианта того, как вы можете принять там участие. Спринт начинается 15 января 2021 года, а регистрация длится до 28 декабря. Поэтому у тебя еще есть время. И неважно, какой это язык, английский, французский, испанский, немецкий, деловой английский, и неважно, какой уровень, все там для тебя будет. Ты можешь сам все это регулировать и выбирать. Также Lingoda для мотивации своих учеников приготовила им такой трекер привычек, где вы можете отмечать свои занятия и визуализировать свой прогресс, что, конечно, очень важно в таком нелегком деле, как учеба. В описании будет мой промокод со скидкой и также ссылка, по которой вы сможете прочесть всю подробную информацию. Какие техники я использовала на протяжении всех этих лет, чтобы как-то улучшить свою речь и дикцию? Каждый раз, когда у меня были какие-то выступления в виде рефератов, либо где-то нужно было перед какой-то аудиторией что-то говорить, я всегда, в принципе, немножко опасалась таких ситуаций. И прежде чем выступать, я записывала саму себя на камеру, на телефон дома и отслеживала, как я себя веду, как я говорю, где я говорю тихо, где слишком быстро, где невнятно, где как-то неуверенно. Такая техника, конечно, может добавить вам стресса, если вы посмотрите такие, что я думала, что я намного лучше говорю и выступаю. Но, с другой стороны, вы реально сможете посмотреть на себя и попробовать адекватно, не слишком критично, просто понять, где что-то можно улучшить. В общем, я всегда это делала и, по-моему, делаю до сих пор. Давно просто я не выступала, уже с рефератом где-то. Коронавирус, привет! Можно самостоятельно найти свои зажимы таким образом. Это требует времени, но это очень классная работающая техника. Нужно уделить себе 10 минут. Можно больше, но 10 достаточно. Взять текст и размеренно читать текст. И уже после пятой минуты будет понятно, где что зависает, где что не работает, где есть какое напряжение. Болит горло? Или есть ощущение, что язык не слушается? Или что губы не шевелятся? Или что-то происходит с челюстью? Вот здесь накапливается напряжение, прямо температура растет. И 10 минут это достаточно долго для того, чтобы голос звучал. Например, новичкам рекомендуется не больше 15 минут тренироваться. И 10 минут могут показать, где есть какие проблемы. И дальше можно работать самостоятельно, просто выбирать кучу есть контента, выбирать упражнения по тем зонам, которые вы в себе обнаружили. Второе, что я делала, это я порой читала какие-то отрывки из книг, либо просто какие-то тексты. Просто ни с того, ни с сего я могла начать читать их вслух. Наверное, просто я понимала подсознательно, что, наверное, это помогает мне говорить. И старалась какие-то там интонации тоже делать разные. В общем, как оказалось, как говорила также Руся, в разговоре это реально действенный способ. И читайте побольше вслух, с выражением. Это явно помогает нашей речи. В груди у нас находится зона компетентности. Вот сравните, например, два моих вокальных образа. Один голос будет в голове и такой полетный. Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. И сегодня я хочу поделиться с вами интереснейшими советами относительно того, как самостоятельно вы можете присматривать за своим голосом, воспитывать его. Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Руся, я вокальный имиджмейкер. Последние 12 лет я занимаюсь исследованиями человеческого голоса. И сегодня я хочу вам предложить несколько быстро работающих практик, которые помогут разгрузить ваши связки. И ваш голос не будет уставать дольше обычного. Какой голос вызывает у тебя больше доверия? Ну вот, условно, какой хочется купить? Второй. Второй, потому что это... Более низкий, такой более уверенный в себе. Вот ты слушаешь и понимаешь, что человек просто сейчас расскажет, ну всё, и вот с таким настроем, и с полной уверенностью в том, что он говорит. Был проведён эксперимент, по-моему, во Франции, про голос, когда психологом пригласили суперкрутого лектора, но это был актёр. Его напичкали терминами и сказали, пожалуйста, вот мы исследуем зону компетентности. Всю лекцию читайте в компетентном образе. Звучите так, как будто бы вы мега-профессор психологии. Актёр прочитал лекцию, и по опросникам все написали, что вау, лекция была супер. То есть люди даже не поняли, что человек несёт какую-то чушь, просто термины, там непонятные какие-то структуры, но при этом компетентный голос, он им продал информацию. Почему ещё у нас, вот почему грудной голос, он вызывает у нас доверие, и нам хочется на него положиться, опереться и поверить? Это голос родителя, когда мама спокойна, а мы ещё живём в её животе, и мы ничего не понимаем, просто нас касается волна, вибрация голоса, когда она высокая, волны добегают через жидкость, мало. Вот если мы лежим в ванной, погрузившись, да, с ушами под воду, какие звуки мы слышим? Мы слышим бас, мы слышим как бы в нас поседе, мы слышим низкие частоты с телевизора, вот. Поэтому, когда мама в спокойном состоянии, и она говорит, малыш получает этот голос, и получает, конечно же, всю психосоматику и гормоны мамы. И у нас с эмбрионального старта своей жизни уже формируется такая корреляция, такая связь, что грудной голос – это голос покоя, стабильности, всё хорошо, безопасно. Итак, первое упражнение. Застрять в зевке, либо можно представить, что на языке лежит маленькое яблочко, и мы его гортанью удерживаем. И второе упражнение, которое, оно громкое, но если с голосом что-то пошло не так, вы чувствуете, что он сипит, хрипит, не поддаётся контролю, как будто бы песочек на нём, то на помощь приходит упражнение спасатель под названием массаж связок на С. Нужно набрать воздуха много и интенсивно выдыхать звук С. Это настолько мощная фонема, она с острым таким пучком воздуха проходит вдоль вокальных связок, и они начинают вибрировать, и это для них массаж. Понимаешь? Здесь работает и диафрагма, и связки получают массаж. Прямо вот, если делать это в течение минуты, трёх, кружится голова, если есть головокружение, нужно останавливаться, напоминать себе границы тела, давать немного себе отдых. Попозже гипервентиляция перестанет быть проблемой, и наоборот, вы начнёте по-новому дышать, больше будет воздуха. От дыхания тоже зависит наше здоровье и состояние психики. Вот, и таким образом, при помощи вот продувания, выдувания фонемы С, мы можем делать массаж для связок. Есть такая тема в психологии, как замирание дыхания. Когда мы замираем на вдохе или на выдохе, вот как будто бы вдохнуло, и сидишь, тупишь в телефон или в интернете, читаешь книгу, а потом ловишь себя на мысли, блин, что это я не дышу. Бывает такое? Да, у меня бывает. Вот, нужно поговорить с собой по-честному и посмотреть, для кого ты умираешь. Вот задержка дыхания — это бессознательное желание умереть. Типа, ребята, я умерла, отвалите, меня нет, я даже не дышу. Такое бывает в неконфортном контакте, когда мы с кем-то находимся в контакте, и мы задерживаем дыхание. Если знать об этой взаимосвязи и вовремя отследить задержку дыхания, эта задержка поможет понять, что тебе некомфортно в этой беседе, что что-то не то, и начать рассматривать эту беседу и смотреть, что же на самом деле происходит. Может быть, что угодно. Там нежелательная проекция на собеседника, или действительно собеседник не очень корректно себя ведет, ты напряжена, и думаешь, как бы это соскочить, чтобы поскорее завершить. Вот, когда дыхание задерживается, это наш такой сигнал, что, ребята, я умерла, это как некоторые животные и прикидываются мертвыми перед пастью хищника. Вот, для того, чтобы дыхание работало хорошо, нужно себя раздувать. Вот как мех в печи, да, когда там шшшш, или, например, баян, мех сходится-расходится. Нужно приучать свои легкие тоже дышать, и для этого есть много упражнений. Почему я говорю о том, что дыхание требует большого времени? потому что в работе голоса есть две автоматические точки, которые очень сложно победить, потому что они на автомате включены в нас долгое время. Это дыхание и это интонация. Просто вот это две такие зоны, которые автоматически работают, их сложно побороть, нужно приложить много усилий. Поэтому для того, чтобы выстроить качественный навык дыхания, там тремя минутами мы не отделаемся, конечно. Нужно его постепенно выстраивать, показывать телу шаг за шагом, что, зачем нужно раскрывать, чтобы состоялось вот это вот правильное дыхание. Но для того, чтобы расслабить живот, ты можешь помогать себе тем же упражнением, что мы делали. Просто выталкивать далеко, скажем, фонему к-ки. Смотри. Вот попробуй сильно, и ты почувствуешь, как живот от расслабленного в супер напряженную зону приходит. Это и есть раскачка диафрагмы. Это такое быстрое упражнение, которое поможет и накачать зону верхнего пресса, и раскачать твою диафрагму. Но дыханием нужно заниматься, конечно, более глубоко. Это тема, которая требует такого серьёзного внимания. Когда у человека расслабляется вот напряжение от чувства стыда и вины, меняется голос. Настоящий выходит. И действительно это... Да, выходит вот такой... Что означает настоящий голос или настоящее тело, осанка? Это когда мы избавляемся от зажимов. Что-то угнетает, чувствуешь себя таким уже чмом. Думаешь, боже, никто меня никогда не полюбит. Тело такое. Походишь в спортзал, раскрываешься, думаешь, вау, так вообще всё класс. И меняется жизнь. То же самое, да, и с голосом. И когда мы разжимаем голос, тогда мы слышим, а-а-а, мы слышим весь потенциал личности. Вот как ты должен звучать. Вот твой голос, который тебе дала природа. Но его закрывают разные установки, и по итогу голос звучит вот так вот. Когда разбираешься с установками, либо через психологию, либо через голос, всё это разжимаешь. А-а-а, ты красив во всем, во всём, ну, вся твоя личность освобождена. Я безумно вдохновилась нашим разговором с Русей, огромное ей спасибо. Я прям захотела намного больше заниматься своим голосом и речью, и дикцией, и всем-всем-всем. И надеюсь, что вас тоже вдохновило то, что вы услышали, то, что вы узнали, и вы о себе как-то подумали, ага, как я говорю, ага, как я звучу. Поэтому я попросила также Русю дать 3-4 ссылки на главные ролики на её канале, которые прям, вот, не знаю, скажем, самые какие-то классные упражнения, самые популярные, самые действенные, чтобы я оставила их в описании к этому видео. И вы не искали их на просторах интернета, а сразу посмотрели и выполняли на регулярной основе, если вам это так же откликнулось, как это откликается и мне, вообще, вся эта тема. Если вам понравился этот выпуск, вам было интересно и полезно, и вообще, вам формат понравился, дайте, пожалуйста, мне знать, и я буду чаще приглашать профессионалов, специалистов в разных сферах на свой канал, и мы вместе будем учиться всему, чего не знали до этого, и что очень влияет на все сферы нашей жизни. Мне такой формат просто очень нравится, я думаю, вы это замечаете и заметили потом, с какими эмоциями я всё это рассказываю. Так что, да, желаю вам прекрасного дня, скоро увидимся, и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok